Доброе утро! Ой, как хочется спать, ребяточки! Вы просто не представляете. Еле встали. Придишь, поспишь, нет, никогда будет спать. Я вчера целый день с утра до ночи отработала. Вчера приехала просто язык на плечо и спать сразу с Димой пошли. Ничего вчера не делали, кроме работы. А сегодня мы сейчас с утра даже не завтракали. Мы сейчас поедем сдавать кровь. Вы все помните, что мы где-то раз в полгода кровь встаем всегда. В этот раз у нас промежуток получился гораздо больше, потому что коронавирус и все дела, в общем-то, мы не ходили, не сдавали. Но надо уже сдать, пора. И я вчера, кстати, нашла в одной лаборатории, как раз проходит акция. Сдается общий анализ крови витамин D, ферритин, который мне советовали сдать и какой-то еще один показатель. И всего это там 1200 с чем-то. Хотя обычно один анализ витамина D стоит около двух-трех тысяч. Так что вот мы сегодня сдадим и завтра должны быть уже готовы результаты. Конечно, сейчас придется постоять там в очереди, я так думаю. Но мы сначала Польку отвезем в школу, потом поедем туда. Идем? Почему еще надо? И Саня довольный дома. И куда я? Идем? У кого сегодня день рождения-то, Саня? У дедушки. У дедушки. Ты открытку-то нарисовала? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты что, забыл? Собралась уже в Димину машину, а потом поняла, что мне надо заводить свою, чтобы Диме потом не мотаться, не отвозить меня. У него сегодня не так много дел. Причем ему надо сегодня закончить пораньше, потому что сегодня день рождения папы. по четырем часам мы уже поедем туда. Вот, поэтому... Рук у меня тут все мой не проходит. Мне уже почти прошло. Санька там рисует открытку. А Поля... Дим поехал уже, слушай, машина отъехала, поехала уже Полиночку отвозить. Мы с ним встретимся около лаборатории. На улице холодно, у меня машина там греется, пойду сейчас. Ноль градусов, остатки снега. И потенциально солнышко. Но это не точно. Но небо там красивое очень, конечно. Какое небо там красивое. Вот туда я иду. Дима где-то заблудился. Мы сдали анализы. Ура! Комплекс действует. Стоит тысяч триста. Входит четыре компонента. Общий анализ крови, серетин, витамин D и какой-то там еще... Какой-то загадочный тиреотропный гормон. В общем, хуже не будет. И Дима сдал еще мочу даже. А завтра сегодня обещали результаты. Народу вообще круто, никого нет. Все с утра прошли, а мы приехали. Получается, уже был десятый час. Прям прекрасно. Перед нами было два человека. Девушки очень мило. Мне очень понравилось. Короче, будем теперь туда есть. Я так думаю. Единственное, что он находится не очень удобно для нас. Я сейчас уже на Радищево плачу в парковку. И мы пойдем позавтракаем. Вот. Потому что на голодный желудок же все сдавали. И хочется уже кушанькать. Я пока шла, Диму уже заказ сделал. И я с тобой заторвану уже не родилась. Блин, пошел снег. Какой-то непонятный. Дом, милый дом, я приехала. Купила папе свечки. 18. Купила тортик. Сзади лежит. Не стала брать большой торт, потому что, во-первых, большие торты все невкусные. Во-вторых, сладкое вредно. А во-третьих, этот торт очень вкусный. Это из вкусового торта манго маракуйя. Что еще? Еще я папе поменяла сим-карту. Я закрыла сим-карту от планшета. Он пользуется... Короче, у папы планшет. Там сим-карта. С Саше я покупала сим-карту для телефона. Когда папе дали планшет, у нас не было сим-карты, поэтому мы отдали Сашу сим-карту. С Саше я потом купила другую сим-карту. Но там тариф он с минутами, с гигабайтами и с смс-ками, которые абсолютно не нужны. И от мегафона постоянно приходят какие-то партнерские подписки. Достали. Вот. Поэтому... Йота, привет! Йота, привет! Йота для планшета. Немножечко она дороже, чем тот тариф, но зато не будет никаких партнерских подписок, рекламы и все прочее дребедение. А ту карту я сразу в заявлении написала сим-карту, чтобы ее закрыли, и остатки там денег перевели. На мой счет! Снег какой-то идет, мокрый снегодождь какой-то. Саня нарисовал открытку дедушки. Он нарисовал дедушкиных птичек. Все прям практически натуральное. Такая она смешная, не могу. И написал с днем рождения. Ну, немножечко с ошибкой, но зато сама от души. Да? О, все! Кофе на меня смотрит своими глазками. И съем вот такой вот кусочек стопроцентной шоколадочки. Санька заварила чай свеженький. Добавила в этот раз туда апельсин и яблочко. Я думаю, что будет вкусно. А цвет у него такой, потому что чай ягодный. Поле какую-то оценку выставили. А Саня кушает овсянку на молочке с кедровыми орешками с грушей. Вкусно тебе? Дима вчера купил все пакеты фруктов и овощей. Я вчера даже не разбирала. Сейчас попью кофе и разберу. Ура! Мы едем куда? К дедушке и за поле. Сначала, да, заберем сейчас поле. Она отпросилась. Я попросила отпроситься пораньше на 15 минут с урока, чтобы нам уже не ждать, а ехать к дедушке. Саша взял рисунок и едем поздравлять. И как раз мне позвонили по доставке, что где-то в 2-2.15 приедут. Мы уже так были. Так что все складывается пока хорошо. А еще я сейчас пока пила кофе. И я придумала, какой нам с Димой друг другу подарить подарок на Новый год. Очень необычно, да? И Диме понравился. Наша Марусинка там стоит. Хала! Привет! Мы прибыли к дедушке. Вечериночка. 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 А сколько у меня с этой стороны? Полине выставлена новая оценка. Сегодня была пятерка по английскому. И четерка по английскому за контрольную работу. Четверка это... И пятерка. За словарный диктант. Словарный диктант это неправильные глаголы, я так понимаю. За это мне пять, да. А это получается за инфинитив. Инфинитив. Я так сразу их подумала. Я так сразу их подумала. Я так сразу их подумала. Делегация моя. Делегация. 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 День двенадцать. Ну, открывай. С днём рожденья! С днём рожденья! С днём рожденья! С днём рожденья! Где именинник? Так очень, что у бабушки день рождения, а не у дедушки. Уже всё приготовлено, не может быть. Привет! Привет! С днём рождения! Прикатили с папиной комнаты стол. Я говорю, папа с вечера что ли готовился? Он говорит, нет, с пяти утра там накрыто все заботливо салфеточкой все. И мама отдыхает. Так, что ты подарила папе на день рождения? Я вообще ничего не знаю. У меня силы нет. Ну ладно, вообще все. Папа тут уже оставил все стаканчики, еще что-то там несет. Оливьешечка что ли? Винегрет. О, это мой спецзаказ. Да, и мой тоже. Птики. Кирико-кири. Вот, выключите. Все, отпускай, отпускай. Так, нам надо где-то найти вход. А есть у тебя какая-нибудь иголочка? Иголочек? Какое ваше предположение? Да, прям в кушетке, да? Ну, не совсем. Ну, близко. Матрас. 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 Это дедушкин подарок. Дедушкин подарок. Матрас. Бросай. Бросай, мальчик. Хлебушек. Хлебает. Матрасик. Машущий. Ой, ты еще мой не видела, матрас, который у меня на кровати. Это маленький. Нет, но у меня есть цепь. Так мы же мерили. Ну, не мы. День рождения. День рождения. Пойдем, скорее, класть новую на этот раз. Так, смотри, тут обувь не где. Спасибо. Чтоб спалось тебе удобно и комфортно с однишней. Чтоб с мамой не болела. Садилась? Ну что ж какая. Птички тут распились. Да, птички? А дедушка уже заправляет кровать. Мама ее все помыла, сняли перегородку. Ну, не перегородку, а спинку, носку. Вот. Сейчас ищем новую подушку, которую недавно покупали дедушки. Сейчас, подожди, Саня, пока. О, надо. Я пока. Дима приедет. Ну, что, может быть, стерц и вообще голодный с каких пор. Ну, сейчас Дима уже едет. Уже через 20 минут. Он 12 часов обедает. О, я прям почувствовала. Вот так спит. Ну, не проваляется, ничего. Ну, надо, конечно, спать. И надо туда поровнее ложиться не на край, а посерединке, чтобы она не перекашивалась. Ну, здесь хорошие, ну, эти пружины, прям поэтому. Ну, завтра я тебе позвоню, расскажешь с утра, как с мамой. Сегодня урождение! На урождение! Перебрали, перебрали, дедушки всю кровать. Пошли, дедушки, да, Саша, да. Мы ждем папы. Пойду я папе позвоню, что он там выехал. Да здравствует король. Дедушка, королевская вечеринка с королевским возрастом. Полю, дайте. Только не в нос. Нет, не в нос. Так, принцесса, музыка. Холла. Сама регулирует. Я думаю, что это перед ушами, наверное. Так, мать-королева. Мамушка. Так, ладно тебе ничего не заберешь. Королева. Вот. О, у нас какая сегодня вечериночка, вечериночка, вечериночка. А, и да, и приехал папа. Папа, привет! Привет! Главный принц. Принц, не послушай-ка. Четыре бега. Так, еще один подрастающий король. Наследник престола. Наследник престола. О, какая красота! И мама. Немножко в душе королева. О! Какая красота у нас. Вечеринку считаю открытой. Ура! Ну, давай, папочка. За тебя. О, что-то у меня-то. Не, это. Вот так вот. Без стихов, но от души. С днем рождения. И только здоровья. Как последние 10 лет. Здоровья, здоровья, здоровья. Все. Да? Да. Он разберется. Он уже, он это ничего не ест. Все. Он взрослый мальчик. Что ему нужно, он сам себе возьмет. Поможешь тебе? О, нет. Горчи, твой шок. Я открыл? Ага. Открыл? Да. Я хрен не люблю горчи. Ой, я твой бокал дала. Ну, давай, гибли. Ура! С Новым рождением! С хорошего настроения! Мы любим тебя, ценим. Давай, хала. А мне бабушка не нравится. Ням-ням-ням. Поля тут задала тренд. Это кто как умеет двигать бровями. Сначала она двигала бровями. Так мама, оказалось, не умеет двигать бровями. Саша начинающий бровист. У Димы очень хорошо получается. Ну-ка. У вас прям домиком такие бровки получаются. Вообще. И оказывается, именинник, кто у нас как бровями шевелит. Ну-ка, папа, покажи, как надо. О, как! Очень смешно. Управление, не темно, ты говоришь, можно ползти на брови. Давай. Ты не догадаешься, да? Конечно. Природа. Вода. А почему вертикальная вода? Саша с папой играет в игру. Гадаешь, что ты нарисовал. Сашечка, у тебя подушечка упала? Опять? Что? Так, давай. Тортик у мамы. Мы ждем бабушку и дедушку. Что, бабушку седушку? Все, с пиццу мы все съели почти, да? Да, пиццу съели. Суши останутся, бабушке с дедушкой. Я сейчас приду. Пойду торт есть с вами в лицо. Куда же мама? Садитесь. Сядь, посиди. Правильно. Дальше. Скрыто съемка. Что у нас получится? С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С восемнадцатью! Ура! С днем рождения! Держи. Давай, думай, желание загадывай. Восемнадцать! Восемнадцать! Вау-вау! Такая темнотища. Мы едем домой. Спасибо. Мы не полном составом едем домой, потому что Дима сейчас едет на работу, а потом едет в командировку. А мы едем с детками домой, потому что в поле надо делать все уроки. Сашечка, я это, видишь, рассказываю. Прекрасно. У меня, кажется, это уже с нападением делать. Ну да. Вот. И все, праздник быстро прошел. Полдня подготовки и полдня посидели. И все, и уже темнотища и домой. А я лягу, сейчас приеду спать пораньше. Я съела половину хурмы. Очень вкусная хурма. Пью водичку. Не хочу, наверное, чай пить. Хочу поспать хорошо. Пью теплую-теплую такую воду. Отправила папе фотографии. Выложила в Инстаграм на память. Мне так нравится, как Инстаграм напоминает события, которые были там год назад, два года назад, три года назад. Прямо сразу в памяти все всплывает. Это так круто. С папой списались. Отправила ему фотки. Довольный. Он говорит, очень устал. Я даже переживаю, потому что папа сегодня сам в утро сам все готовил. Сам на стол накрывал. Не давал нам ничего сделать. Сам бегал 150 раз на кухню. Потом еще с этой кроватью мы пока все это разобрали, собрали обратно. Ну, в общем, в общем, прям такая была встряска. Мы, кстати, выкинули с Димой вот этот матрас. Потом, когда пошли, уже уехали. Вот, мам, так а может его оставить? Да, от матраса 30 лет. Куда его оставить? Может быть, он, конечно, кому-то еще послужит, но нам он уже не нужен. Все, папа лег отдыхать. Так что, вот такие дела. Какой-то у меня сегодня моральный дисбаланс какой-то. Я, с одной стороны, жутко довольна, что мы все сделали, папу поздравили. А, с другой стороны, какое-то есть чувство внутреннего беспокойства. Я не пойму, с чем оно связано. Может быть, потому что еще Дима уехал. Не знаю. В общем, какая-то тревога. Поэтому я сейчас это видео заканчиваю. И Санька уже пошел чистить зубки. Пришел от Никиты. Я ему разрешила в гости сходить. Пришел от Никиты. Почистит зубки. И пойдем спать, потому что завтра много дел. Сегодня дома ничего не делалось. Все на завтра. И на завтра плюс еще есть дополнительно планы. Так что, завтра тоже вам поснимаю. Поэтому надолго с вами не прощаемся. Спасибо за ваши лайки, за ваши подписки, за то, что вы в Инстаграме желаете. Всегда всего самого доброго, хорошего. Все. Всем пока-пока.